Пять взрослых собак и три щенка обосновались на мини-рынке возле остановки Мастерские. Они живут на теплотрассе возле дороги в школу. Дети боятся ходить там одни, а взрослые разделились на два лагеря. Часть кормит бездомышей, а часть мечтает, что их увезут в приют. А там они в тюрьме мучаются. И каждый желает вылезти из этой клетки, лает. И кошки также мяукают. Ну а если они на ребятишек нападут, то дети бегают? Ну это второй вопрос. Я видела лично, как на ребенка напала собака. Я пошла в погреб, вот дня два назад. Девочка вот здесь вот стояла на бугре. Я говорю, ты что боишься собак-то, а не около нее. И я ее проводила. Жители микрорайона говорят, раньше в гаражах жили всего две собаки. Потом на прикормленное место пришли еще несколько. Так и образовалась стая. Вот здесь, под этим гаражом, одна из бездомных собак, которая здесь бегает, регулярно рожая щенков. Здесь, по словам местных жителей, уже третий помет. Здесь было их 10. Теперь осталось трое. Часть забрали в приют, а часть замерзла. Кстати, на нашу съемочную группу собаки отреагировали достаточно агрессивно. А вот местные не против и оставить животных, при условии, что стая не будет расти. Правда, спецслужба по отлову, а в Барнауле это приют Ласка, не спешит забирать собак на кастрацию. Два раза я их вызывала. Они приезжали, постоят, покурили, поехали. Первый раз приехали, второй раз приехали, сачок не тот. Я говорю, вы знаете собаку прекрасно, вы прекрасно знаете эту маленькую собаку. Я мясом ее подманила, она пошла. На том участке сложность вызвана тем, что собак все кормят. Собаки очень сытые. Мы используем для отлова преимущественно сетки ловушки и клетки ловушки, которые не причиняют никакого вреда животному. Собака на еду? Да, но при этом собака должна быть голодная, у нее должен голод преодолевать страх. По новому закону бездомные животные имеют право жить в привычной среде обитания. После отлова их вакцинируют, кастрируют и возвращают на улицы. Сам отлов производится гуманно и безболезненно для животного. Но в России пока нет разнообразия инструментов для быстрой поимки собак. Таких, например, как специальные успокоительные. С агрессивными стаями разрешено бороться иначе. В том случае, если собаки агрессивные и угрожают жизни и здоровью населения, то органы полиции имеют право применить оружие. То есть, если собаки агрессируют, можно вызвать полицию? В том случае, если идет угроза жизни и здоровью, тогда да. Отлов производится согласно очереди в зависимости от количества обращений. А они поступают ежедневно. Если до Ласхи дозвониться не удалось, можно обратиться в администрацию района либо в городской комитет по благоустройству, транспорту и связи. Кстати, в этом году на отлов бездомных стаи приюту выделили больше 2 миллионов рублей из городского бюджета. На эти деньги Ласка планирует отловить и кастрировать больше 500 бездомных собак. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком.